И вообще, вы понимаете, я считаю, что если России кто-то считает, что ей грозит опасность со стороны НАТО, но это не сюга. Достаточно пространства в Европе и европейских границах России для того, чтобы они были использованы. Но вместе с тем я считаю, считаю, на ситуацию в мире и так далее, что и этого не может быть. Я бы не стал никому советы давать, потому что даже самый молодой глава государства, как только он становится главой государства, он считает, что он лучше все знает, чем другие. Поэтому я никаких советов бы не давал. А что касается моего опыта, мой опыт говорит о том, что не должно быть больше в мире никаких войн, ни холодных, ни горячих, что все страны должны отказаться от каких-либо претензий друг к другу. Сейчас уже 21 век должен быть веком мира, стабильности и безопасности каждого государства. Одно государство в своих интересах не должно покушаться на другое государство или обеспечивать свою безопасность, нарушая безопасность другой страны. Вы понимаете, мы должны уже сделать уроки и всего того, что произошло в 20 веке. 20 век, пожалуй, если взять многовековую историю человечества, это самый сложный век. Ведь две такие крупнейшие мировые войны, появление различных, значит, таких систем и, допустим, появление социалистической системы и гибель социалистической системы. Появление такого опасного явления, как фашизм и гибель фашизма. Понимаете? И все это надо сделать вывод, что уже больше таких явлений не было.